всем привет а вы знаете что это такое я думаю многие знают узнали это растение это черемша или по-другому дикий чеснок некоторые еще называют ее дикий лук но по вкусу это больше конечно же чеснок никак не лук растет она преимущественно в горах кавказа и местное население очень ее любят готовить и разные варианты есть разные способы кстати так как готовлю я даже там не все готовят ее таким способом я знаю что недавно в чеченской республике был фестиваль черемши но к сожалению мы на него не попали а очень хотелось бы пока еще сезон пока она не ушла в листики сезон заканчивается но еще можно успеть приготовить давайте готовить вместе для начала надо конечно же очистить черемшу это нам повезло она уже очищенная можно сказать обычно ее продают только низ листиков вообще нет и это корешки этого растения и поэтому они очень грязные бывают надо очень долго чистить и очень сильно хорошо промывать но у нас они почище поэтому нам надо счистить верхний слой и я еще срезаю кончики чтобы вот этого грязного конца не было сейчас я покажу вот смотрите где есть вот такая ножка вот ее надо снимать кончики обрезаю на которых ножки нет вот такие просто срезаю уже все вот так где-то можно не снимать верхний слой просто потом помоется и все вот так смотрите по состоянию стебелька или корешка все вот таким образом мы очистим все корешки оператор тоже не будет с камерой в руках стоять а будет помогать чтобы этот процесс прошел быстрее почистили черемшу кто как поработал видно которые листики большие уже у черемши не смешно листики которые уже крупные у черемши это на салатике можно оставить тоже очень вкусно или сыром с другой зеленью в лаваш завернуть просто вкуснятина тоже все это убираем и моем черемшу вот так три раза уже промыла всю эту черемшу в трех водах и четвертый раз еще в чистую воду кладу и можно варить уже поставить воду кипятиться и варить обязательно хорошенько нужно мыть потому что ну чтоб потом у вас песок не хрустел между зубами вода закипела добавляю сюда соль сейчас повторно закипит перемешаю чтоб соль растворилась и теперь отправляю сюда нашу черемшу я вам конечно всю варить не буду покажу немного сразу много кидать не надо лучше понемногу и быстренько ее доставать вот она покипит сейчас совсем чуть-чуть цвет поменяет слегка и сразу можно снимать конечно кто живет на кавказе сейчас улыбаются смотря на мою эту черемшу которая уже с длинными можно сказать листочками зелененькая они ее конечно там собирают прям корешочки но мы в москве и этому рады когда достаем хоть такую потому что обычно здесь ее продают уже с листьями тюльпанов как я говорю они такие большие листья похожие на тюльпаны уже распустившиеся листья только уже в салат или в обеды какие-то хингал делают с ними ну в общем мы рады хотя бы такой черемша раньше мы ее закручивали я много закручивала банок у нас друзья оттуда были им родители присылали сюда и мы здесь они вернее с нами делились я ее часто в сезон закручивала но сейчас уже дефицит еще рассказывали что когда сезон черемши у них там в автобус невозможно зайти все едят черемшу дома а потом в общественном транспорте просто запах стоит этой черемши чеснока но я их понимаю это так вкусно что невозможно даже зная что будет такой запах отказаться сложно тем более весной когда наш организм уже требует всяких витаминов не хватает ему катастрофические и тут такая кладезь витаминов как отказаться вот буквально пару минут они покипели и все достаем переваривать не надо тем более что и не закручиваем их когда не надо долго варить и кстати можно и не закручивать можно отварить откинуть на буршлаг и потом в пакеты zip пакеты обычные пакеты без доступа воздуха да и замораживать порционно потом когда надо размораживать и делать вкуснятину и есть которую сейчас мы сделаем и это тоже снимаю чесночный аромат уже стоит слюнки у кого-то уже текут все я вам больше показывать не буду мне в общем вот это все еще варить я вам покажу что делать дальше сейчас достаю все теперь надо приправить нам всю эту черемшу немного красного перчика тут уже по вкусу черный перец молотый можете взять смесь перцев можете какие вам нравятся но принципе тут достаточно одного черного перца теперь кто смотрел протертые помидоры я делала обязательно сделайте в этом году это прям всю зиму пользуюсь и до следующего сезона помидоров это очень вкусно это и яичница с помидорами и все обеды и все везде и вот даже сюда добавляю если нет своих конечно можно купить в магазине протертые помидоры можно с целыми помидорами тоже вкусно кусочки помидоров когда попадаются и еще сюда обязательно добавляю уксус у меня уксус 9 процентный можно взять 5 6 процентный но мы любим уксус я добавляю этот он подчеркивает вкус всей всего этого потом еще естественно надо попробовать и добавить чего не хватает и все осталось еще масло растительное подсолнечное ароматное нерафинированное не говорю сколько чего это все на вкус надо мешать пробовать воду я посолила поэтому они подсоленные у меня уже черемша подсоленная но все равно надо пробовать все надо хорошенечко перемешать так прям вилочками чтобы пропиталась вот это ох сразу какой пошел аромат масло помидоров чеснока ну смысле черемши вот видите сок уже пошел вниз смешанный с маслом с уксусом с помидорами вот это самая вкуснятина этот сок он просто бесподобный его прям хлебушком макать тоже очень вкусно я хоть и посолила воду и попробовала там вроде была нормальная соленая черемша у плиты но когда заправила соли не хватает еще добавляю и еще помидоры добавлю то есть рецепта тут нет это все на вкус пробуйте когда вам вкусно даже можно вот это чуть-чуть когда вам становится вкусно значит все в порядке блюдо готово есть можно конечно и в теплом виде но желательно чтобы она остыла убрать холодильник она настоится все вкусы пропитаются все-все-все подружатся передружатся и все вы не оторветесь от этого это вкусная закуска мы очень любим кстати у меня дома никто не любил сейчас стали любить все и сын и муж я думаю уже и дочка сейчас полюбит муж вообще терпеть не мог а потом к несчастью распробовал теперь приходится мне со всеми делиться так хорошо было я только маму угощала и все а теперь не напасешься на них черемши шучу в общем вот такое сегодня у нас видео необычное вкусное те кто пробовал знают не могу не попробовать попробуйте вам понравится приготовьте пока еще сезон пока еще можно пока листья не распустились ну а я хочу сказать всем кто подписался большое спасибо за подписку ставьте лайки пишите добрые комментарии а я желаю всем всего самого наилучшего будьте добрее будьте счастливы пока 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 пока